читать не смогли, но, возможно, мы сможем ваш вопрос задать Леониду Гозману. Леонид Гозман с нами на прямой связи, Леонид Яковлевич, здравствуйте. Здрасте. Да, рады вас видеть и рады, что вы на свободе и в безопасности. Ну и, конечно, хотел начать с того, какими были эти 15 плюс 15 суток. А можно, чем так ответить вам? Скажу то, что мне хочется сказать, мне хочется поблагодарить всех, кто как-то этому помогал. И вас, и вообще Грэма в целом, и массу людей, которые в это включались. Российский и Еврейский Конгресс, израильских каких-то там дипломатов и сотрудников разных ведомств и так далее. Многих людей. Разумеется, я очень горжусь своей дочерью и семьей, которая все это дело координировала, как вы знаете. Моя жена была совершенно героем в этом деле. И, знаете, вот она вела себя так, как вели себя эти замечательные женщины, жены декабристов, подвиг которых, на самом деле, значительно более впечатляющий, чем подвиг их мужей. Так что вот всем огромное спасибо. И, знаете, опять же, это не только дело в том, что там закончилось хорошо. Никто не знает, от чего оно так закончилось. А это даже, когда ты там сидишь, и у меня же главная проблема была не в том, что я там сижу, ну, сижу и сижу, подумаешь, брахло. А в том, что я не знал, выйду ли я оттуда когда-нибудь. Вот в чем было сделано. Так вот, даже когда ты думаешь, что ты никогда оттуда не выйдешь, когда ты доходишь, что люди за тебя заступаются, это помогает это пережить. Понимаете? Произвол мы не можем предотвратить, но мы можем помочь его пережить. И вот это делали и вы. Спасибо вам. И очень многие другие люди, которым я действительно бесконечно благодарен. Вот. Извините, я должен был начать именно с этого. Ну, что касается, я помню ваш пост, пост для освобождения. Вы сказали, чтобы сбить пафос, расскажу, что выспаться без света, это большое удовольствие, потому что как раз... Самому погасить свет. Погасить свет. Самому свет погасить. Это вот очевидное дело. Там же все в коридоре. Тебе надо свет погасить. Ты стучишь в дверь, подходит девушка в форме с дубинкой. Ты говоришь, значит, погасите, пожалуйста, свет. Она гасит. Иногда она при этом оставляет контрольную лампу, как положено. Иногда не оставляет. Такие более человечные, они не оставляют. Иногда оставляют. Главное, что это не ты этим управляешь. Ты не можешь ничего сам сделать. Ты в полной власти. А как, кстати, надзиратели относились к вам? То есть вот было какое-то особое... Мне грех жаловаться. Больше, почти все относились... Ну, значит, вот там было два человека таких очень неприятных. Всего два. А все остальные были либо нейтральны, либо большая часть из них была предельно позитивна по отношению ко мне. Ну, с учетом того, что у них там инструкции, у них видеокамер, они боятся. Естественно, они всячески выражают положение, симпатию, они в чем могли шли навстречу и так далее. Совсем вот удивительная вещь. Через следующий день после освобождения получаю на WhatsApp письмо одного из охранников. Там парня одного, да. Это был такой-то из приемника номер два. Пожалуйста, напишите нам, как вы добрались, как вы себя чувствуете. Мы все очень за вас переживаем. То есть это удивительное совершенно вероятность. Политически они уважают. Они уважают политически. Я не видел там ни одного сторонника войны, я не видел там ни одного сторонника Путина. То есть получается, что внутри системы, это все-таки в СИН, довольно много людей, которые это не поддерживают, несмотря на заверения пропаганды. Я вообще не понимаю, кто это поддерживает. Понимаете, в том-то и дело. Понимаете, когда они, ну мы видим, что они это не поддерживают, они уважают политических там и так далее, то, значит, это не значит, что они за демократию, за либералов, за нас, за Зеленского, за Латвию. Нет, конечно. Нет-нет. Но это они не поддерживают. Вот этот паразм они не поддерживают. Понимаете? Вот да, да, это так. И я, поэтому я как раз очень надеюсь в обозримом будущем вернуться в Россию. Потому что я думаю, что этот режим рухнет, чертова мать. Ну а как вы, кстати, узнавали те новости, которые происходили, пока вы были под арестом? Там ведь много всего случилось за это время. Да, это информационная изоляция вещь очень неприятная, конечно, очень неприятная. Ну как, это же только первый круг ада, или даже нулевой. Там много послаблений. Значит, ко мне приходил адвокат и рассказывал, все рассказывал. Мы не могли долго особо разговаривать, не потому что это запрещено, это можно, но там одна всего комнатка свиданий и, соответственно, очередь. Понимаете? Он мне говорит, слушай, там еще два адвоката стоят, ну вот, давай мы по-быстрому с тобой. Ну, понятно по-человечески, как иначе, да? Раз в день разрешается 15-минутный звонок. Но, знаете, в основном мы с женой говорили о каких-то, ну, о моих делах, о ее делах, о нашей ситуации. Вот. И не успевали поговорить. Я только обрывочно. В основном, сейчас адвоката обрывками я узнавал. Там и о наступлении украинцев, когда они освободили огромный кусок территории. Ну, вообще обо всем. О мобилизации я узнал там, вот так же от адвоката. Вот. Это неприятно. Ну, а что вы, кстати, почувствовали, когда вот узнали о мобилизации, находясь в изоляции? Это такое, ну, судьбоносное, тектоническое событие, мне кажется. Такой тектонический сдвиг вообще. Объявление частичной мобилизации, которую все считают всеобщей, на самом деле. Ну, вы знаете, я думаю, что я отреагировал точно так же, как отреагировал бы на волю. То есть, ужас, возмущение там и так далее. Ну, вот какие были. Ну, и поэтому, что я еще, конечно, считал, что они сейчас прикроют вообще все, что они сейчас захлопнут все двери, ну и так далее. Вот. И что, конечно, ну, так сказать, вероятность остаться там навсегда, и там умереть мне казалось выше, стало казаться еще выше, чем до мобилизации. Спрашивают наши зрители, был ли у вас там телевизор? Потому что считается, что одной испыток – это обязательно просмотр в российском. Понимаете, эти круги ада разные, телевизор, он в СИЗО. В СИЗО телевизор. А вот там, где я имел удовольствие быть, там нет ничего. Там, кстати, огромный плюс, там полная тишина. Полная тишина. Ничего, никаких звук. А книги давали хотя бы или просто? Да, книги, пожалуйста, книги. Я там написал довольно много, надо сказать. Там, правда, очень все это неудобно, потому что, знаете, такой маленький столик, там, надо сидеть вдвоем за ним, потому что человек тоже хочет, тоже имеет право, да. Здесь столики и скамейка, на которой сидишь, все это привело к полости, все это железное, ужасно неудобно там. В общем, но тем не менее к этому привыкаешь. Нормально. У нас звонок, зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Владимир Петербург. Леонид, здорово, что вы на свободе. Ну, вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какую вы политическую силу поддерживаете? И общаетесь ли вы с людьми из партии Яблоко? Ну, такие как Явлинский, Шлоцберг, Вишневский. Какое вообще отношение к этой партии? Послушайте, я никакую политическую линию не поддерживаю, не придерживаюсь. Я придерживаюсь самого себя. Я не состою в какой партии. Я не баллотируюсь, я не претендую на власть и так далее. Я ввел себя как последние лет 10. В 2011 году я вышел нахлопнув дверь из партии «Правое дело», когда ее захватил Кремль. И все, с тех пор ни в какой партии не состою. Я веду себя как гражданин. Я считаю, что я реализовывал свое естественное право говорить, что хочу. И я выполнял свой гражданский долг – бороться с бесчеловечным режимом. Но я это делал сам. Это была моя война, моя личная война. Поэтому у меня есть разные отношения с разными политиками. Допустим, с Борей Вишневским мы дружим. Не потому, что Борей Вишневский – яблоко. Я с ним дружу не как с яблоком, а как с Борей Вишневским. Ну и так далее. Так что я остаюсь самим собой. Вот спрашивают вас, нет ли у вас предположений, не стоит ли за вашим делом, за вашим административным арестом, потом вторым административным арестом. Какой-то конкретный человек, который сказал, что нужно Гозмана за что-то наказать. Вот как вы считаете? Потому что со стороны, когда мы наблюдали, ну это выглядит, ну мягко скажем, ну это не совпадение. Вы вышли, вас сразу же арестовывают. 2013 год, да, по-моему, пост там нашли или что-то? Мое первое преступление было совершено в 2020 году, а повторное в 2013. Вот будете смеяться. Так они это объявляют, да. Нет, ну естественно, слушайте, ну конечно, случайные вещи. Я их очень сильно обидел. Очень сильно обидел. Они же чекисты, они трепетные, знаете. А я их обижал. Причем вот мне все говорили, что ты с ними вежливо разговариваешь. Что говоришь там, господин президент, что с правосходительством и так далее. А я всегда был убежден, что когда ты говоришь вежливо, то когда ты при этом даешь морду, то это значительно болезннее, чем когда ты начинаешь ругаться, махать руками и так далее. Значит, если говорить о том, что за человек за этим стоял, то я думаю, что человек это один, называется Путин Владимирович. Вот он меня давно знает, давно не любит. Ну что ж, имеет право. Я его тоже не люблю. Вот он меня может посадить, а я его нет. Значит, я полагаю, что когда меня погнали, особенно на второй круг, если первый круг, можно было считать просто предупреждением. Когда погнали на второй круг, то не осталось сомнений, что просто они готовят обвинение, уголовное обвинение по фейкам, застрелитации, чемпионажам в пользу Гондураса, я не знаю, что еще. Да, ну что бы что посадить. Вот, значит, я понимал, я был готов умереть в тюрьме. Я был готов умереть в тюрьме за право быть самим собой и говорить то, что угодно. Почему вы умереть? Потому что в моем возрасте в тюрьму не переживают. Вот нет и все, неважно. Я бы там довольно быстро умер. Но это не значит, что я хотел умереть в тюрьме. Я не хотел. Поэтому когда мне удалось из тюрьмы бежать фактически, то я очень рад. Хотя не исключено, я выходил в 8 вечера, в среду в 8 вечера. Ну, в 19.35. А самолет мой уже взлетал в 2.55. То есть у меня время было вот столько всего лишь. И не исключено, что там складывалась ситуация. Я потом кое-что узнал. Что если бы этого билета не было, а мне бы взяли билет, допустим, условно на 11 утра куда-нибудь, неважно, куда угодно брали билет. То, возможно, я бы уже не улетел. Возможно, меня расставали все-таки. Ну вот мы были с вашей дочерью Ольгой на связи, когда вы как раз вышли, когда вышли и проходили паспортные контроли, буквально в режиме реального времени. И я вот думал тогда, вот мы с Аней это обсуждали. Вот что вы чувствовали? Потому что каждый паспортный контроль, нам Ольга говорила, там, Леонид Яковлевич подошел, Леонид Яковлевич прошел. И мы вот буквально это видели. Что вы чувствовали? Ведь каждый паспортный контроль, это, в общем, это такой новый рубеж. И там может быть все, что угодно. Слушайте, вот с самого момента возвращения в Россию, вот мы на несколько недель ездили в Европу, как вы помните, у меня ввели на агенты, потом мы решили вернуться в Россию. Вот с момента возвращения в Россию мы знали, что мы в их полной власти. Полной власти. Сделают, что хотят. Вот что хотят, то и сделают. Мы ждали обыска постоянно. И мы готовились к обыску. Мы готовились к обыску. Это серьезное дело, когда ты, понимаешь, разбираешь какие-то предметы дома, прятаешься за то, что они не должны найти, и делаешь это каждый вечер. Каждый вечер. В течение полутора-двух месяцев. Вот мы так жили. Потом нам говорят, что, скорее всего, на этой неделе будет обыск и арест. И мы едем в Тарусу на концерт. Каждый день, как последний. Момент Амора. Это совершенно экзистенциальная ситуация. Но когда проходил непосредственно, ну что, я... Ну, когда я выходил, вот, я же там... Встречают на меня у входа или нет? Нет, не встретили. Вышли из дворика, тоже никого нет. Я смотрю там, да, я какой-то журналист, что-то говорю. Причем мы с женой смотрим, ждем визга тормозов, что они сейчас подъедут. Они не подъехали, да? Подъехали к дому своему. Стоит машина с мигалкой. Ну вот, они приехали. А это была скорая помощь. Чья-то, понимаете? Вот. Ну и когда я проходил, вот я стал проходить туда, ко мне подходит таможенник вдруг. И говорит, валюта есть? Я говорю, есть сколько? Я говорю, ровно столько, сколько можно. Вы не возражаете, если я проверю, как я могу возражаться? Вы имеете право. Ну, пройдемте, говорит. И в какую-то комнату заводят. И моя жена Марина, адвокат, Кирова Робьева журналистка, они, значит, смотрят, они же не знают, куда меня вверх. Они не знают, да? И я не знаю, куда меня вверх. На самом деле, мало ли чем говорит, что таможенник. Таможенник, таможенник, таможенник на ФСБ. Нет, ничего, проверил там. Вот спросил, а как в Европе настроили? Ничего. И сдадутся они вот? Облаты? Я говорю, нет, не сдадутся. А что будет? Я говорю, ну, к войне готовится. И чем кончится? Я говорю, ну, проиграют Россию. А тема кончится, ежу понятно. Да, говорит, понятно. Провожу до улочки, значит, паспортный контроль. Паспортный контроль меня шлепнули быстро. Когда мы уезжали в марте, выезжали, то меня полтора часа ФСБ дополнило. А в час прям шлепнули, и все. Ну, дальше там, у меня было два с половиной часа, и я все эти два с половиной часа, и я сидел и ждал, подойдут они ко мне или нет. Не то, что я там сидел и трясся, я там смотрел впервые, после за месяц, смотрел все эти, знаете, там же я же ничего не видел, да? Вот, но потом вдруг, значит, объявляют, что мой рейс откладывается на полтора часа. Думаю, ну, согласовывают. Потом через какое-то время его вернули на прежнее время. Вот. Ну, пошли загружать в самолет. Я так посмотрел, и издаля стоит парень один за стойкой, только от авиакомпании, а больше никого нет, который должен встречаться. И вроде не видно людей, которые меня ждут. Вроде нет, во что-то самолёт. Но на самом деле стало понятно, что, да, отпустили тогда, когда самолет не просто взлетел, он набрал большую высоту. Я все-таки не навален, чтобы самолёт выкачивали. Хотя все могло быть. То есть вы вздохнули с облегчением, когда самолёт взлетел? Я так понимаю, что вы тогда выдохнули. Вы знаете, я даже не знаю, у меня не было вот такого чувства... Само не понимаю, почему у меня не было чувства облегчения, да? Я очень, так сказать, злюсь на них сейчас, потому что, вот мне говорят, ты вот эмигрировал. Я не эмигрировал. Я возгнание. Я не эмигрант, я изгнание. Понимаете, это разные вещи, на самом деле, да? Вот. У меня, с одной стороны, мне крайне неприятно то, что я... Я не хочу быть в изгнании, да? Вообще, как видите. А с другой стороны, я понимаю, что мы с моей Мариной, что мы победили. Мы победили страх. Мы победили сами себя, так сказать. Свои слабости. Если бы мы не вернулись из Европы тогда, летом, мы бы чувствовали, что они нас отымели. А сейчас мы стояли до конца. Мы стояли до конца. Нам не в чем себя обвинить. И, вы знаете, я придумал такую метафору, что я не ушел с линии огня. Нет. Меня унесли на носилку после тяжелого ранения. Вот. Я не струсил. Что приятно. Вот. Вот такие вот чувства очень смешанные. И облегчения, вот как вы говорите, почему-то нет. Не знаю почему. Может, потому что я был готов ко всему. Не знаю. Еще вопрос спрашивают наши зрители. Как считаете, почему решили отпустить? И решили ли отпустить? И было ли решение Путина? Или что-то такое? Вы знаете, я всего не знаю. Боюсь, никогда не узнаю. Но из того, что я знаю, что мне рассказывали люди, которые боролись за меня здесь, ну, и в России, и за рубежами России, которые как-то помогали мне, у меня оказалось много друзей. Что приятно, да? Вот. Так вот, значит, возможно, разное. Может быть, была команда Путина отпустить. Может быть. Ну, такая не то, что команда. Как там у вас? Так, я бы с ним пусть едет. Что-нибудь вот такое. Может быть. Может быть, был бардак. Я склонен думать, что это был бардак. Знаете, поскольку я... Ну, про меня все решения принимаются очень высоко. И согласие президента. Ну, это я точно знаю. Вот. Это не потому, что меня мания увеличивает. Вот я знаю. Вот. То, понимаете, система работает в ручном режиме, а не по закону. Да? И надо согласовывать. А им было не до меня. Они имели мобилизацию, они территории присоединяют, они русский пир, там, ля-ля-ля-ля. Все это ахинея, да? А кроме того, была ночь. Что вот еще очень повезло. Ночь, ночь. Понимаете, вот самому высокому начальству, конечно, они не решались звонить ночью. Ну, кто я такой, чтобы за меня беспокоить президента, например. Да? Ну, нифига себе. Вот. Значит, поэтому я думаю, что не исключено, что это бардак. И мне просто повезло. Вот. Посмотрите. Ну что ж, Леонид Яковлевич, спасибо вам большое. Радуюсь снова видеть вас в эфире. Будем встречаться чаще. Благодарим вас за это. Леонид Гозман был с нами на прямой связи. Спасибо еще раз. Всего вам доброго и до свидания. Счастливого удачи. Мы продолжаем наш стрим и переходим уже к... Счастливого удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.